Если сил не хватает порою, в Божий храм поскорей поспеши. Припади пред иконой святою, помолись, помолись от души. 13-летняя Варвара Суворова защитила выпускную работу в стихах. Зимний пейзаж в декоративном стиле «Душа в молитвах» юная художница выполнила акриловыми красками с акцентом на мелких деталях. За пять лет в школе искусств девочка освоила множество техник, но любимая все-таки живопись. Там изображены три синицы и часовня возле Минских кладбищ. И эти три синицы сидят на еле. Так как три – это святое число, мы решили сделать именно религиозную, на религиозную тему. Поэтому, не знаю, как-то само пришло душа в молитвах. 35 выпускников школы представили на суд комиссии композиции, над которыми трудились полгода – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и керамика. Все работы посвящены родному Бобруйску, а еще жизни и творчеству самого Владимира Домарада. Я как руководитель дипломных работ, у меня было четыре дипломника, я предложила им такую достаточно сложную, на мой взгляд, тему. Использовать как бы в дипломной работе тему Владимира Александровича – его творчество, его жизни. Потому что у нас есть тема работа на пленэре, потому что он был певец Бобрущины, певец Березины. Вместе с композициями юные творцы продемонстрировали навыки и умения, которые приобрели в процессе обучения. Комиссия оценивала не только сами работы, но и их презентации. Пять лет обучения в нашей школе, а кто-то и больше занимается, потому что у нас есть подготовительные группы до школы. Они все-таки развивают у детей и любовь к искусству, красоте, и воспитывают вкус. У них все-таки проходит история искусств, то есть они немножко знакомы с историей искусств, поэтому это расширяет их кругозор. Творческие старания жюри оценила по достоинству. Большинство выпускников получили высокую оценку, а их работы через несколько дней украсит вернисаж, который пройдет в честь празднования 632-летней годовщины Бобруйска. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.